Раба Мордахай Раба Мордахай Раба Мордахай Раба Мордахай исполнил. Время этой митцвы именно в Пурим днем, поэтому, если человек дал вечером или перед Пуримом, он митцву не исполнил. Как он может исполнить? Он может дать до Пурима и сказать, смотри, это тебе деньги, или он даст им чек, и скажет, но эти деньги до дня Пурима, они еще мои. Ты будешь хозяином этих денег только в день Пурима, этим он может исполнить эту митцву. Кто хочет, мы передаем деньги беднякам, здесь есть, которые нуждаются, есть, которые в Израиле, мы здесь бедрадошем соберем и передадим в тот день Пурима этим беднякам, бедрадошем, которые действительно нуждаются. Мишлю Ахмана так не считается. Мишлю Ахмана тоже нужно делать днем, именно днем. Дальше, Гарлаха. Человек должен дать своим детям, девочкам старше 12, мальчикам старше 13, деньги, чтобы они тоже эту митцву, подарки бедным исполнили. И даже дети, которые еще не в этом возрасте, но уже в возрасте воспитания, старше 6-7 лет, тоже их нужно обучать и воспитывать в исполнении этой митцвы. Нужно дать им деньги, чтобы они тоже научились давать эти подарки бедникам. Нужно, чтобы они сами дали. Нужно им деньги дать, то они могут передать в синагогу или передать снова вам. В отличие, эти деньги, которые мы собираем на Матанодле, мы стараемся передать именно Тальмиде Хахамим, бедникам, ученикам, студентам Ешивы, которые занимаются, изучают Тору. Эту митцву нужно постараться сделать в Илум-Шеме, то есть не говоря, кто дает. Мы с вами говорили вчера, что человек, который посылает подарки своим родственникам и друзьям, там он должен сказать и показать, кто кому передал, чтобы это привело их к дружбе и любви. Но когда мы даем подарки бедникам, там желательно скрыть имя того, который дает. Человек, который дал эти деньги или эту еду мальчику, который меньше 13 лет, или девушке, который меньше 12 лет, он эту митцву не исполнил. Человек, который пригласил к себе своего друга домой, тоже эту митцву не исполнил, если он ему не подарил. Человек, которому бедняк должен деньги, и он говорит, знаешь что, я тебе этот долг прощаю. Исполнил в эту митцву или нет, Аллаха говорит, не исполнил, потому что сейчас он от меня ничего не получил. Как может исполнить, если в день Пурима этот бедняк пришел рассчитаться за свой долг, и тот, кто ему дал деньги в долг, говорит, знаешь что, оставь их себе, тогда в этом случае ничего добавлять он ему не должен, то, что он ему просил, этот долг, это ему засчитывается. Сегодня днем, сегодня днем, сегодня вечером началась эта годовщина Мошей Рабену, мы говорим, Лицхуд Мошей Рабену, Безратошем Зухто Яген Алену. Человек, который дает деньги, он видел два бедняка, у него есть всего лишь 10 долларовая купюра, хочет двоим дать по 5 долларов, по 10 или 20 долларов у него, хочет по 10 долларов дать, он не обязан искать это разменять. Два бедняка пришли, собирает, он одному дает, скажет, вы поделитесь между собой, это вам на двоих, он этим, эту митцву исполнил. Еще раз, сюда, опять, вы, если вы хотите, я вам сказал, вы можете, мы соберем, здесь у нас будет корзинка, мы соберем эту корзинку, я Безратошем эти передам деньги, кому они нуждаются, кто в этом нуждается, в Израиле, Безратошем, часть в Израиле, часть здесь, блин, Безратошем, чтобы эту митцву исполнить так, как надо, и, как мы сказали, что желательно это сделать в пурьем днем, не откладывать, потому что у нас разница с Израилем 7 часов, сразу после Шахарита, Безратошем, после чтения Мигратошем, я эти деньги передам, Безратошем, блин, эдем, баруха адамуна, лаула, амин, амин.